приветствую всех на моем канале начинающим кулинаром новой скокс сегодня день памяти 40 севастийских мучеников и принято печь живоронков на моем канале уже есть рецепт постных птичек но там тесто дрожжевое постное а сегодня я предлагаю иной рецепт без дрожжевое также постная но без дрожжевой рецепт теста считается что с этого дня перелетные птицы уже прилетели не знаю как у вас но у нас по волжье несмотря на огромное количество снега действительно роща гаммонит птицами прилетели перелетные птицы и так что же нужно чтобы приготовить этот рецепт потребуется две трети стакана горячей воды почти кипяток вода выливаем в миску и теперь необходимо посолить добавить щепотку соли добавить щепотку соды поскольку бездрожжевой рецепт он будет соды и постепенно заварить муку тесто заварное сначала один стакан просеянной муки выкладываем перемешиваем затем второй стакан после того как я положила первый стакан я добавляю две столовые ложки растительного масла после первого стакана опять все перемешаю и только после этого отправляю в миску второй стакан муки замешиваем тесто сначала месим ложкой затем рукой тесто должно получиться эластичным и не должно приставать к рукам после того как мы перемесили тесто как следует замесили его собрали в единый комочек мы оставим минут на 7 на 10 на столе что тесто должно немножко подойти должна сработать клейковина набухнуть у теста мы оставим его после того как сформировали вот такой колобочек и тем временем займемся изюмом берем темный изюм буквально горсточку промываем его несколько раз и замачиваем горячей водой наш изюм готов тесто подошло припыляем стол и начинаем работать я буду двумя способами делать птичек первый способ это потяжелее нужна скалка отламываем от теста кусочек раскатываем такую делаем овальную лепешечку лепешечку лепешка должна быть овальной формы с одной стороны обрежем ее чтобы разрез был у нас прямой а где овальный край там надрежем ножом это будут крылышки птички делаем надрезики и середину самую середину подтыкаем то есть там мы будем формировать головку теперь заворачиваем жгутик крылышки нас получается внутри соединяем здесь формируем головку а сзади хвостик его нужно приплюснуть и из хвостика также надрезать ножом сделать несколько перышек в головку будем вставлять изюм буквально половинку изюма птичка готова все птички перекладываем на противень предварительно застеленной пергаментом смазывать пергамент не нужно еще раз показываю как я делаю таких птичек это первый способ второй способ легче и с ним справиться даже ребенок можете дать своему ребенку тесто и он сделает вам птичку раскатывайте колбаску просто такой жгутик раскатывайте из теста и его завязывайте узелком длинная сторона будет хвостик а короткая головка птички из которой сделаете клювик и также глазки воткнете хвостик надо также надрезать ножом вот это второй способ он повторюсь легче и деткам будет интересно помогать вам делать таких птичек все птички я выложила на противень и теперь их нужно смазать растительным маслом поскольку птички постные смазываем их растительным маслом мы предварительно нагрели духовку до 200 градусов и поэтому птички готовятся очень быстро буквально 5-7 минут и наши же воронки готовы поэтому советую не отходить от духовки следить за нашей выпечкой у меня они стояли 6 минут получились вот такие красивые птички всех поздравляю с праздником весны желаю весны в доме в душе и прежде всего мира добра счастья и спокойствия всем приятного аппетита до новых встреч на моем канале начинающим кулинаром новиз кукс рекомендуйте мой канал своим друзьям буду вам очень признательна а также нажимайте на колокольчик ставьте лайки и подписывайтесь до новых встреч на моем канале всем пока пока